Приветствую вас. Вы знаете, вот по вашему тексту, если чисто вот брать ощущение, которое вызывает ваш текст, то это ощущение какой-то потерянности, ощущение неопределенности, страха, чувства, наверное, глубокой неудовлетворенности, обиды даже, возможно, вот. То есть, такие вот ощущения возникают, когда я читал ваш текст. И вот, на мой взгляд, самое главное чувство, это чувство потерянности. Действительно, потому что именно оно, именно оно, именно чувство потерянности, на мой взгляд, здесь являются доминирующим. То есть, вы не понимаете, куда вам идти, вы не понимаете, что вам делать, вы не отдаете себе отсчет, что вы хотите. Мотивируетесь, получается, только своими желаниями, мотивируетесь только вот теми желаниями, которые лежат на поверхности, не желая проникнуть более глубже в них, понять, что за ними находится, что находится над вашими желаниями, что скрывается за вашими желаниями. Вот, мне кажется, что здесь, в основе, ну вот, в основе своей, такая есть проблематика. Есть очень важный момент такой, что вы достаточно рано замуж, на мой взгляд, вышли. Да? И мне кажется, что вот этот момент, он здесь чуть ли не ключевой. Потому что нет ощущения, что вы были сформированы как личность, нет ощущения, что у вас есть своя глобальная некая цель, значит, куда бы вы стремились. Понимаете? Вот. И плюс ко всему, вы, судя по тому, что вот пишете, вы сомневаетесь в себе как именно женщина. То есть вам, чтобы вот чувствовать себя женщина, ну, нужна какая-то реакция мужчины. А сами по себе, вы себе женщина считаете, ну, с огромным трудом и, судя по всему, есть некое сомнение у вас в этом, в том, что вы женщина, в том, что вы достойная женщина, например, в том, что вы, допустим, полноценная. Полная женщина даже, даже. Вот. И, соответственно, вот эту вот противоречивость вы накладываете на мужчину. На мой взгляд. Вот. Что, конечно же, не приводит к чему-либо хорошему, потому что, ну, потому что это перекладывание ответственности на человека. Как, в общем, и сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Вот. Было бы очень неплохо поисследовать и то, что вас с вашим мужем, например, связывает. То есть, насколько у вас сильна, к примеру, ну, духовная связь, да, вот насколько вот у вас она сильна. Насколько вы, к примеру, чувствуете себя комфортно, насколько вы чувствуете себя, скажем так, естественно, свободно с человеком, со своим мужем. Вот мне кажется, что на эти вещи также нужно обратить внимание. Вот. Потому что это, ну, очень такая важная история, это очень важный момент. Вот. И от этого ни много ни мало зависит, ну, то, как будет в дальнейшем выстраиваться ваши отношения с мужем. Потому что если связи, если связи с ним у вас нет, если вы не чувствуете, если вы не ощущаете связь со своим мужем. Вот. То я боюсь, я боюсь, что будут некоторые трудности. Я боюсь, что вы не захотите, например, человека принять, вы не захотите, например, человека понять. У вас не будет к этому никакой мотивации, в принципе. Итак. Мне 25 лет, пишите вы, муж младше меня на 1 год. Наши отношения начали портиться 2 года назад. Ну, вот вы не пишите, сколько вы в отношениях, Лера. Это было бы очень важно, сколько вы в отношениях вообще. Вот. Например, да, это был бы такой важный момент достаточно. А дальше вы пишите, что отношения начали портиться 2 года назад. Вот. Но, соответственно, хочется вот спросить, да, все-таки из чего они начали портиться? То есть, вот как так получилось, да, что отношения начали портиться? Что-то привело к этому, к тому, что отношения начали портиться или как? Так. Вот. То есть, в начале, в начале, как я понял, все было хорошо в начале. Ну, вот, между вами. В начале, без вами все было здорово, все было замечательно. Вот. А потом начались какие-то трудности, какие-то проблемы и, соответственно, эти трудности и проблемы вот сейчас с вами, условно говоря, переживаются. Вот. Вы говорите, что не знаю, с чем это связано, пишите вы. Опять же, я верю в то, что вы действительно не знаете, с чем это связано. Но, заметьте, что вы не захотели разбираться, вы не захотели разбираться с тем, с чем это связано. То есть, вам, вот, вам проще, видимо, было, ну, просто начать от меня. Опять же, я не пытаюсь вас сейчас как-то ни в чем обвинить. Да, у меня нет такой цели. В чем-то вас обвинять. Просто я обращаю ваше внимание на те аспекты, которые мне кажутся важными. Если вы говорите, например, что отношения стали портиться, я не знаю, с чем это связано. Вот. То, ну, наверное, если человек вам дорог, то, ну, нужно постараться, разобраться с тем, из-за чего они начали портиться. И вы, конечно, не знаете, из-за чего это произошло. Но я понимаю, что вы не знаете. Если бы вы знали, то вряд ли, ну, вряд ли вы были бы, там, допустим, сейчас здесь с нами, вряд ли вы были бы здесь на сайте, и вряд ли вы задавали бы свой вопрос. Вот. Поэтому, я понимаю, что вы не знаете, но нужно постараться, как раз таки, понять, что произошло. Я не ощущаю, пишите вы рядом со своим мужем, девочкой. Я так понимаю, себя, да, не ощущаете девочкой. Он просит меня быть девочкой, девочкой. Почему это через черточку вы написали? Девочкой, девочкой. Просто меня быть девочкой. Мне кажется, что здесь многое упирается в понимание того, что для каждого из вас является таким вот гендерным поведением. По сути. То есть, здесь очень многое упирается в то, что для вас является поведением, ну, вот таким, да, именно гендерным. То есть, кто как понимает мужское поведение, кто как понимает женское поведение, вот, и так далее. То есть, это, мне кажется, очень важный момент, потому что без него вы, собственно, не будете совместимы друг с другом по факту. Вот. То, что для мужчины является женским, например, поведением, для вас это не является таковым. Ну и, соответственно, наоборот. Такая же история. То есть, это, вот, в обратную сторону, в сторону, в общем-то, тоже работает. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужно вот на этот момент обратить внимание. То есть, вы перестали обращать, чувствовать себя с ним девочкой, когда и почему. Он бросит быть для вас девочкой, что это для него значит. И, как вы к этому относитесь? А я не могу, он мне кажется ребенком глупым маленьким. Ну, опять же, опять же, да, с чем это связано? То есть, вы его, ну, когда-то у вас, например, были чувства к нему, к примеру. А сейчас, получается, этих чувств нет уже. Если я, вот, правильно вас понимаю, если я правильно вас понял. Сейчас, сейчас этих чувств нет. Или, или, есть что-то другое, или появилось что-то другое. Давайте этот момент тоже более детально разберем. Вот. То есть, здесь идет некоторое такое обесценивание человека. Сейчас и начали закрадываться мысли об измене. Об измене, как, как, средстве получения чего. В конечном итоге это произошло. Меня это затянуло. Хочется еще, еще. Я понимаю, так нельзя. Те мужчины надеются на какое-то продолжение. Но какое продолжение может быть, когда ты в тупике? Тебе надо выбрать. А еще, из чего вы выбираете? Я не могу выбрать, потому что с ними я ощущаю именно морально по-другому. Но внешне никто не нравится, кроме мужа. Тут нужно, опять же, поисследовать более подробно, что вы вкладываете в это понятие. Вот в это понятие никто не нравится внешне, кроме мужа. То есть, что именно вам нравится? И, опять же, если это только внешняя симпатия, то тут может иметь место быть, например, импринт. Можете подчисать о нем в интернете. Что это такое? Не испытывай ни чувства стыда, не раскаянив ничего. Все так, как и должно быть. А, должны испытывать чувства стыда или что? Я запуталась, помогите. Такое ощущение, Лера, что вы мечетесь между тем, что вам хочется, и тем, что надо. И есть подозрение, что вы со своим мужем вступили в отношения, потому что было надо, а не потому что вы этого хотели. Или потому что он вам понравился внешне, и вы решили, что все, мне внешне нравится, я буду с ним. Но, кроме внешности, как бы ничего больше нет. То есть, ну, вот нет ничего, нет никакой духовной связи, там, например, и прочее, прочее, прочее. Если это так, то ничего удивительного в том, что вы сейчас ему охладили и начали изменять. Вот. В первую очередь, я думаю, нужно определиться тем, что вы хотите и что вы чувствуете. Что вы чувствуете к мужу, что вы чувствуете к себе, почему вы говорите про вину, про раскаяние и так далее. Вот. То есть, если вы брак и несчастливы, то, естественно, вы будете это как-то компенсировать. И вот другое дело, насколько вы делаете это откровенно, насколько вы с мужем откровенны. Вот вы говорите, что я, он мне кажется ребенком и глупым. Ну, так. Вот. Вы знаете свои чувства. Это не то, что касается вас, когда вы говорите, что кто-то вам кажется глупым или ребенком. Это то, что касается другого человека. Но вы не выражаете свои чувства. Вот. Вы говорите, что я не чувствую себя девочкой. Хорошо. А как это проявляется, что вы чувствуете непосредственно. И получается, что изменами вы подтверждаете свое ощущение себя девочкой. Это понятно. Но. Вы именно подтверждаете только это. Это именно всего лишь подтверждение. И все. А этого мало. То есть, кроме подтверждения, нужно даже что-то еще. Кроме подтверждения. Помимо подтверждения, нужно что-то еще. И вот это очень, на мой взгляд, такая деликатная история. Вот. Потому что, опять же, как и сказал мой коллега. Как сказал мой коллега. Кудрячев Игорь Леонидович. Что нужно вам взять ответственность на себя. За ваши собственные переживания. За ваши эмоции. За ваши чувства. И тогда ситуация начнет выправляться. Вот в том, чтобы разобраться в том, в чем именно запутались вы. В том, чтобы понять. Эээ. Что. С чем. У вас. Борется. И может помочь психолог. Может помочь вам пройти этот путь. Вот. Но. Для этого. Нужно с вами работать. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Поводить. А как его все pyramidal Center. С другой стороны. Јет.